Вопрос такой. Инна, извини за вопрос, но вас не тянет в Израиль. У нас ностальгия по Израилю. У меня тоже второй ребенок родился в Канаде. Имя Александр, а старшего сына зовут Габриэль, как вашу принцессу. Спасибо за вопрос. Кратко дам вам такой бэкграунд об Игабигай, о том, что они жили в Канаде и они вернулись назад в Израиль, потому что там не сложилось с документами. И ребенок был рожден здесь один, поэтому они сейчас опять в Израиле живут вновь. И, конечно же, им интересно про нашу канадскую жизнь смотреть, так как Канаду они любят. И, конечно же, чисто как вопрос такой человеческий. Тянет ли вас в Израиль? Ну давайте разберемся. Израиль как страна, как какая-то земля на земном шаре, кусок земли, как чисто географическая страна. Тянет ли она меня? Да. Она меня тянет, я родная земля, это не чуждая мне земля. Когда я там жила, мне все было мое. Я себя чувствовала комфортно, что ли, так можно это сказать. То есть физически, географически земля, страна, мне нравится. Мне нравится природа, которая очень своеобразная и которая меняется от севера к югу и от юга к северу страны. Абсолютно разная. Это маленький кусочек земли, на котором проходит очень много разных климатических вот этих вот измерений. Я не знаю, как это сказать. То есть это очень маленькая, удивительная страна. И честно вам скажу, скажите мне человека, которого она не притягивает. Ну, особенно человека, который там жил или живет, или знает об этой стране много. Кого она не притягивает, она любого притягивает. Скучаю ли я по ней? Ну, я не могу сказать, скучаю ли я за каким-то географическим конкретным местом. Но есть какие-то моменты, которых, например, ну, вот здесь я не встречала, потому что здесь другие моменты. Например, мне очень нравилось, когда весеннее цветение начиналось. Вот эти вот неповторимые запахи, которые только там есть, и то не во всех местах. Которые вот даже сейчас я говорю, и мне вот подул прям этот запах в нос. Вот это цветение мне очень нравится. Какие-то определенные моменты, какие-то определенные виды. Да. Ну, сказать, что вот я хочу в Израиль, на море. Меня никогда это не прельщало. Вот море, меня вот, знаете, говорят, страна, Израиль, страна, такая маленькая страна, в ней три моря. Ну и что с этого моря? На Красное море, которое мое самое любимое, доехать я доезжала, в лучшем случае раз в год мы доезжали, потому что у меня мама недалеко, в принципе, живет в Мецпарамоне. Мы, да, доезжали туда, да, купались. Ты вот этот целый день разваленный, потом ходишь после моря. На Мертвое море я была ровно два раза по несколько часов. Значит, потоптаться по вот этому соленому дну. Чуть-чуть покупался со всеми пенсионерчиками. И, в общем-то, и все. Купил какого-то кремушка, какого-то там мылка, чего-то, чего-то поехал. Тоже мне очень плохо, потому что вот эта дорога, там такая серпантинная дорога, вот это вот. Меня очень укачивает. Я вообще плохо переношу дороги. Ну, в Израиле плохо переносилось. Здесь просто, в основном, они всегда прямые, поэтому проблем нет. И все время меня укачивало, поэтому я ненавидела туда ездить. Я была там ровно два раза. А Средиземное море, там, где, в принципе, оно в доступности в большинстве Израиля, да, мы жили в Решон-Лицеоне, да, город на море. Были года, когда я даже не была на море. Понимаете? То есть были года, потому что мы столько работали. Была такая сумасшедшая жизнь, что даже не было времени пойти и просто покупаться летом. Вот так вот выйти. Мы, да, ходили, ездили гулять на море. У нас, может быть, получалось там весной, летом погулять, потому что, ну, все-таки ребенок, все-таки надо как-то его выгуливать. Не только там, где машины в парке городском, да. А иногда мы ездили. Оно очень редко. Это такая редкость. А купаться так вообще не купались. Просто реально не купались. Просто вот гуляли по набережной и смотрели, как другие люди купаются. Ну, в основном, это вечерние такие прогулки были. То есть все. Поэтому многие скажут, вот, страна трех морей. Как можно? Знаете, ну, там три моря. А в Канаде, пожалуйста, реки, озера и океаны. Понимаете? То есть тоже не могу сказать, что здесь этого нет. То есть если вам нужна вода и вы хотите плавать, это есть. Но вот многие, просто я знаю, скучают именно за этим. Дальше. Многие скучают за теплом израильским. То есть все-таки, конечно, там тоже есть этот период дождей, мерзопакостной погоды. Морозов, конечно, там нету, но вот как здесь осень такая уже глубокая, там это зима. Могу вам сказать, что, может быть, да, мне не хватает больше летних месяцев таких теплых, приятных. Но в Израиле тоже нету много приятных. В основном там жара. И я за ней не скучаю, потому что я очень сильно оттекала при жаре. Даже здесь, когда у нас в Канаде бывают жаркие дни, а у нас бывают дни такие, что даже похлеще, чем в Израиле, особенно в августе. То у меня просто реально пальцы оттекают, ноги оттекают. Я вся как сосиска надуваюсь и вообще просто абсолютно неприятное состояние. Я его ненавижу. Вот, поэтому как бы я за этим не скучаю. Дальше. Это я просто пытаюсь вам сейчас разобрать, чтобы вы понимали какие-то аспекты, да. То есть за, если мы говорим вот как бы географически, да, на карте, на карте нашего глобуса, там, да. То есть как за землей, то есть есть какие-то моменты, за которыми я скучаю, но в основном it's ok. То есть мы можем жить в другой стране и как бы жить с новыми какими-то своими физическими, со физической новизной, физической географией. Что касается, тянет ли меня в Израиль как к людям, к друзьям, к родственникам, к родственникам, можно так сказать, потому что он с родственниками. Все-таки там Костин брат, моя мама и очень близкие друзья наши, которые были приобретены, из которых было прожито немало и пройдено немало, они там. Мне повезло в моей жизни. Вы знаете, мне повезло, потому что мои тоже близкие друзья живут здесь. Они, правда, в Америке, но как-то мы на такой связи близкой, мы в таких отношениях, что как бы, ну это я не знаю, как это описать. То есть, да, безусловно, друзья и родные, которые остались там, это какой-то главный аспект, по которому я, конечно же, скучаю. Безусловно, я скучаю за своими друзьями, безусловно, я скучаю за своей мамой. И это все, конечно же, оно, понятно, что оно неотъемлемо, неотъемлемо от Израиля. Поэтому для меня лететь в Израиль, если лететь в Израиль, это больше не как, я лечу в Израиль, там, да, или как там, я лечу на Карибы. Вот люди, когда идут отдыхать, они едут в определенное место, потому что они хотят это место. А мне вот как Израиль, нет, я могу то же самое сказать про Украину. Там, где я родилась и прожила до 17 лет. То же самое могу сказать. То есть спросили меня, тянет ли меня на Украину, да не тянет, да ничего, я там забыла. Но там есть мои родные и какие-то друзья, которые были до 17 лет, и я знаю, что некоторые из них для меня такие же друзья остались, хотя мы уже очень много лет просто не на связи. Я знаю, что если бы получилось так, что я бы приехала, мы бы очень тепло встретили друг друга, ну, как минимум. Да, то есть понятно, что мы абсолютно уже разные люди, потому что то, что мы были в 17 лет, и то, что мы уже когда нам 35, это как бы черное, белое небо и земля. Но встретиться, обняться, просто посидеть, поговорить, какой-то теплый разговор, это было бы, я знаю это. Что касается, как бы, конечно, мы все родом из детства, конечно, есть какие-то воспоминания, двора, которого уже от него ничего не осталось, потому что все застроили. Какие-то воспоминания там еды, какие-то воспоминания там того-сего, там, как я гуляла по городу, как там я встречалась, как там я гуляла. Это все есть. И если я сегодня приеду туда, то есть, то, наверное, будет какая-то такая ностальгия за юностью. Ну, опять-таки, я скучаю больше по людям, которые там, да, по папе своему, который там живет, по друзьям. Ну вот, но, то есть это тоже самое, меня не тянет ни в Израиль, ни на Украину. Но если бы мне дали возможность полететь и туда, и туда, я бы с большим удовольствием полетела. Потому что там люди, люди, которые меня любят, и которых люблю я. И это самое драгоценное, что есть у нас в жизни, неважно, где мы живем. Вот, я пытаюсь очень так хорошо разъяснить это. Поэтому, мне кажется, сейчас мне это больше удалось лучше сделать. Тот аспект, что когда мы уезжаем в другую страну, я только скажу, конечно же, он присутствует. Многие люди этого боятся. Как я все оставлю? Вы должны знать, что когда вы делаете выбор ехать в другую страну навсегда, возможно, навсегда, многие не всегда обрывают все концы, вы должны быть готовы к этому, к расставанию. Но, с другой стороны, вы не можете своих родственников и друзей привязать к себе замком и сидеть с ними всю жизнь в обнимку, задержать за ручку. Вы живете свою жизнь, у вас есть возможности в жизни. То есть мы можем сидеть друг возле друга, наслаждаться друг другом, и это тоже будет хорошо. Но если вы решили, что вы хотите попробовать что-то другое для себя, то вы должны просто знать, что вот этот момент разлуки, он настанет. И насколько вы будете к нему готовы, настолько удачно для вас это имение болезненно пройдет. То есть вы понимаете, что вы теперь реже будете видеться, давайте будем говорить так, это не то, что вы улетели, знаете, как раньше улетали и с концами. То есть вы улетаете, понятно, что вы не сможете видеться сейчас так часто. У многих людей есть возможность летать раз в полгода. У многих людей есть возможность летать раз в год. У некоторых и этой возможности нет. У некоторых это намного реже, раз в 4 года, раз в 5 лет, раз в 6. То есть вы должны понимать, что этот момент, он важный, но он не смертельный. Люди так живут. Не нужно корить себя ни за что. У вас есть возможность попробовать что-то. Вы пробуйте, делайте. Как я говорю, вернуться можно успеть всегда. Но это какой-то опыт, который вы преобладаете. Есть люди, которые возвращаются, очень многие люди возвращаются именно из-за семейных уз. То есть очень многие, они... Смотрите, это также такое испытание для вас в жизни, понять, что для вас важно в жизни. Вы понимаете, что окей, пусть здесь может и хорошо, но там мне было лучше. Там просто мои близкие, я без них не могу. Для меня это очень важно в жизни. Окей, люди возвращаются. Очень много людей. Потому что единственная, в принципе, причина, по которой люди возвращаются, ну помимо того, что если там документы, да, не получилось с документами, если там ехали как-то нелегально, или там как беженцы, и не получилось, такое бывает, часто бывает. Люди возвращаются. Это одно... Мы не говорим про эту историю. Мы говорим про людей, которые приезжают, которые, в принципе, устраиваются, которые, в принципе, не в большом ахе от Канады. Таких людей очень много. И... Они возвращаются. Они решают для себя, что окей, и что. То есть, в принципе, шило на мыло. Не то, чтобы там прям супер моя жизнь улучшилась. Все то же самое, по большому счету. Так я могу все то же самое жить со своими родными просто и друзьями. То есть, понимаете, они возвращаются. Я очень много таких знаю людей, которые возвращаются не потому, что они здесь не смогли, там не устроились, или так все тяжело им было. Нет. В принципе, есть возможность здесь любому устроиться. Люди в основном уезжают, потому что понимают, что для них вот эти отношения намного важнее. И it's okay, как говорится. It's okay. Полностью можно их понять, этих людей. Никого мы не осуждаем, потому что это очень важно. Это наша жизнь. Это не то, чтобы, там, знаете, принял неправильное решение. Нет. Нету неправильного решения. Как мы можем знать что-то? Это то, что я говорила. Как мы можем знать что-то перед тем, как мы попробуем? Если мы это не попробуем. Как мы можем знать? Мой ребенок, вот, мама, я это не люблю. Фу. Я говорю, ты это ел вода-то? Нет. Ну так ты попробуй, может тебе понравится. Иногда он пробует и говорит, конечно, говно, не буду есть. А иногда пробует, он, слушай, это вкусно. Так вот он синий лук у меня начал в салате есть. Я говорю, ну почему ты не ешь? Он, попробуй хотя бы один раз. Просто попробуй, что я не заставляю его есть. Не понравится, не будешь есть, но ты будешь знать, что ты его попробовал. Попробовал. Он говорит, мама, слушай, вкусно. Можно мне, пожалуйста, всегда теперь его давать? Пожалуйста. И это, кстати, то, что я говорила. Только я сравнивала это с тем, как мы делаем тест-драйв, когда покупаем машину. Как мы можем знать, что нам будет хорошо в Канаде, что мы не будем ни за кем скучать, что нам все получится, если мы этого не сделаем. Только если мы сделаем. Из миллиона рассказов может быть тысяча человек, которые сядут перед вами и расскажут вам свои супер успешные истории. Или может быть супер 100 человек, которые сядут и расскажут вам свои супер говнястые истории. И что из этого вы, какой вывод вы сделаете? Только лишь если вы попробуете, вы будете знать, подходит ли это вам или не подходит это вам. Понимаете? Это то, о чем я говорила. Люди, многие сомневаются перед тем, как ехать. Как можно сомневаться? Сомнения есть всегда в любом деле. Но вы не можете знать, решить, делать это или не делать, если вы этого не попробовали. Вы приедьте, вы попробуйте, если вам жизнь такая дала шанс, у вас получилось попробовать, и едьте, пробуйте, максимум вы всегда вернетесь. Да что ж, люди так боятся, я не понимаю этого. Но вот вы хотели, вроде у вас как бы появился интерес, есть возможность попробовать. Попробуйте. Это же, как говорится, не хату на католит. Многие поймут, израильтяне. Это не на всю жизнь, это не то, что там... Все, договор посмертный. Приедьте, поживите, посредите другую культуру, другой менталитет, другой ритм жизни, другое восприятие вообще себя. Поймите для себя какие-то выводы сделайте. Если вам понравится, вы остаетесь, пожалуйста. Если нет, пожалуйста, назад. Сегодня мир открыт. Знаете, это раньше я... Вот многие говорят, надо ехать и решать для себя, что это однозначно. Я не считаю, потому что многие... Я не могу этого сказать по отношению к этому вопросу. К другим вопросам, да, нужно быть бесповоротным и идти до конца. Но есть вещи, которые, знаете, человек, который в 30 лет решает, что он хочет ехать, пока он все делает, ему 35, и он приезжает. В 36 он не может уже, знаете, на всю жизнь что-то решать. Он приезжает, он смотрит, он осматривается. Если ему это подходит, да, нет, нет. Абсолютно все открыто. Сегодня все открыто. Сегодня нет такого, что нету дороги назад, пожалуйста. Наоборот, вы будете сильнее. Если вы вернетесь, вы сделаете этот выбор, у вас будет уже осознанное решение, принятое на собственном опыте. Вот так вот, я считаю, на этот вопрос мне давно нужно было ответить именно так. Я надеюсь, сейчас не будет каких-то комментариев, которые не поняли, что я сказала. По-моему, я сейчас абсолютно ясно выразилась. Я сказала, пробуйте, едьте, не получится, и это окей, получится, супер. Сегодня все открыто, не надо резать никакие концы. Мы сегодня живем в открытом мире. Сомнения будут всегда, и вы их не решите до тех пор, пока вы не попадете в ситуацию. Вы можете сидеть, колупаться в носу, в жопе, лежать на диване и раскладывать какие-то там, знаете, свои схемы, как это может быть, все за и против. Вы все равно не поймете, пока вы не сделаете этот шаг, что для вас важно и что вам подходит. Это все. Сомнения будут всегда. Расставание – главный аспект. Это неизбежно, но вы должны быть к этому готовы. Все. Это все. Ну, так же, как я говорила в одном из своих видео про, что меня удивляло, про менталитет. Вот у меня было видео, что меня удивляло в Канаде и так дальше. Вы должны быть готовы к тому, что вы не едете, и вся ваша жизнь осталась там, и теперь вы бедные, несчастные. А вы едете и открыты к новой жизни, к другим связям. Пусть они будут не такие же, они будут другие, но они будут тоже хорошие. Если вы едете так, то все получится. Если вы едете с жалостью, с ожелением, что вы оставляете, зачем вы тогда едете? Не надо ехать. Изначально не надо ехать. Если у вас сомнения, которые это не сомнения, а скорее всего, ну, скорее всего, не получится, как же я оставлю? Ну, не едьте, значит. Я знаю друзей моих, которые так и сделали. У них была возможность два раза уехать. У них были готовы все документы и виза на руках. И они решили, что они не могут этот шаг сделать. Они не могут. Они прошли весь процесс, который длился тоже много лет. Все, и они сказали, нет. Тоже решение, знаете ли, это тоже решение. Они подошли к моменту, они поняли приоритеты своей жизни. Все. Пожалуйста, тоже вам решение. Ну, это что-то, что нужно делать, понимаете. Нужно делать действие. Просто сидя на диване, как вы купите машину, если вы не сделали тест-драйв. Правильно? Ну, как бы такое рассуждение. Часто вы выбираете машину, вы не можете вообще понять, какую вы хотите машину. Вы ходите к разным дилерам и пробуете разные машины. Это один вид, да? То есть, когда вы уже поняли, что вроде как вы поняли, что вы хотите, вы уже берете ту марку, которую вы решили, и вы на ней тоже делаете тест-драйв. Я надеюсь, я понятно объяснила. В общем, короче, это был ответ на мой вопрос Габи. И я думаю, что он вполне всеобъясняющий. И у нас еще один вопрос сегодня на рассмотрении. Сегодня мало включений. Можно сказать, наверное, вообще их нету. Время у нас сейчас... Время-то сколько? 6 часов 15 минут. Так, где-то мне нужно... О, поднять спинку. Что-то как-то пасмурно стало, хотя утром вроде было ничего. Солнечная погодка, но после обеда такой ветер поднялся, знаете. Так неприятно стало на улице. Просто кошмар. И холодно. Мы прям так замерзли, пока дошли домой. А сейчас я уже держу свой путь. Как-то я высоко сижу, я не люблю высоко сидеть. Держу свой путь в Костка. По дороге в Костка мне нужно заехать в библиотеку, которая прямо возле нас. Вот. Ну, в нашу библиотеку, в которую мы всегда ходим. И именно там я сдам книжку, которую, к сожалению, я не могу продлить больше. Но она мне нужна. Ну, ладно, возьму ее в следующий раз. Дорога в Костка достаточно прямая и достаточно... Ну, не то чтобы спокойная, но без каких-то там, знаете, стопов, поворотов, светофоров каких-то. Поэтому я смогу спокойно как бы раскрывать какую-то тему. И я отвечу на вопрос про образование, но это будет позже. А сейчас я хотела бы сказать два слова по поводу вашей реакции на мое видеообъявление, так сказать. Я знаю, что те из вас, кто смотрит меня давно, и я имею в виду больше, чем 2-3 года назад, они знают, кто я, они стреляют видео обо мне там, где я вам рассказываю. Знаете, видео у меня есть очень много, в котором в каждом по чуть-чуть я что-то рассказываю себе. И таким образом у них уже какая-то картинка складывается, сложилась. И для них никаким большим удивлением не является то, чем как бы я вроде бы как собралась заниматься, но на самом деле я всем этим уже занималась и занимаюсь. Давно. Вот как 10 лет, да? А те, кто смотрит меня недавно, некоторые люди, которые смотрят меня недавно, и они как бы вполне положительно восприняли эту информацию, говорят, ой, Инна, классно, как хорошо, там, удачи. И для них, конечно, тоже было не всегда, не совсем понятно, почему вдруг, но как бы удачи. А были кто-то, кому типа, извините, вы куда, мадам? Вот, поэтому это очень интересно наблюдать за такой реакцией людей разной, да, опять-таки. Как сказать, как мы часто. Можно увидеть вот на вот этом примере, абсолютно ярком, конкретном примере, можно увидеть, насколько интернет, YouTube, блогерство — это своеобразная иллюзия. То есть, в принципе, мы думаем, что мы знаем человека, мы понимаем, что мы его совсем не знаем. И вот этот мой пример, это я про иллюзию, да, всё хочу сказать. Как бы к чему я вообще всё это веду? Это к иллюзии. К тому, что вот люди создают какую-то определенную картинку о человеке и думают, что всё знают о его жизни. Думают, что они всё знают о нём. Казалось бы, ну что ещё нового, как бы, вы нам можете рассказать? Ну, дело в том, что вы ничего не знаете о человеке, который на экране перед вами что-то там вещает. Я не говорю это иногда, может быть, и в отрицательном смысле, да, там он может быть какой-то, я не знаю, панька-панька, а на самом деле жопа человек, да. Я думаю, что со мной многие мои подписчики уже встречались и знают, что... В принципе, я достаточно такая же, как я и на камере, но я многогранна, я многосторонний человек. И это тоже, мне кажется, абсолютно ясно для тех, кто меня знает давно, для моих друзей, ну и для даже, я думаю, что, возможно, для давнишних моих подписчиков. Так вот, это то, что я хотела сказать на эту тему, что, ребята, вот опять-таки вот это вот моё объявление, то, чем я, в принципе, занималась и занимаюсь, потому что, конечно, не в таких масштабах, и всё-таки я решила это поставить на какие-то определённые рельсы, наконец-то дать этому какую-то рациональную форму, действительно это как бы в какую-то обложку, да, в такую вложить уже более профессиональную, то, конечно, как бы возникли вопросы, стали возникать вопросы, и как бы вы не можете, зная меня, сопоставить меня вот с каким-то таким другим человеком. И я вас могу понять, конечно, наверное, то есть это можно понять и осуждать нельзя. Но вот просто как бы я про иллюзию в нашей жизни, что часто и в основном то, что мы видим, это не всегда то, что есть на самом деле, как к плохому, так и к хорошему. Вот, всё, сейчас я пошла относить книжку, и мы продолжим с вами, когда я продолжу свой путь в Костко. Сегодня будет съёмка, но, скорее всего, эту съёмку вы уже подробно увидите в четверг. Тут я буду показывать обзор покупок, так, это я брать не буду, я буду показывать обзор покупок в четверг, а постараюсь именно сегодня вставить в этот блок, что я обычно не покупаю в Костко. Сегодня мы говорили с вами про иллюзию. Вот хочется добавить, знаете, пока отнесла книжку, думаю, тут же надо всё людям разъяснять, потому что, знаете, разные люди на ютубе меня смотрят. Есть люди, которые понимают то, что я говорю так, как я говорю, а есть люди, которые понимают какой-то второй несуществующий смысл в моих словах, поэтому мне нужно иногда какие-то даже, казалось бы, простые вещи более подробно объяснить. Так вот, я хочу сказать, иллюзия под тем словом, что не враньё, да? Иногда это может быть враньё, в моём случае это не враньё. Просто опять-таки, знаете, про мою многогранность. Сама себя не похвалю, никто не похвалит, ну, позвольте уж похвастаться, хотя я не хвасту, не я сама по себе абсолютно. Так сказать, мой канал творю, что хочу. Хочется сказать, что, во-первых, благодаря каналу я очень много в себе раскрыла нового, то, чего я о себе не знала. Этот канал помог мне раскрыться. Во многом этот канал ютюбовский мой помог мне усилить то, что во мне было, то, что я знала, и просто как бы сказать, о, да, подтверждение, в подтверждении и на тебе, вот, да, да, да. И поэтому я хочу со всеми людьми, а я уверена, что у каждого человека есть свои таланты и своё предназначение, своё место в этой жизни, как сказать, свою destiny, да. Мне хочется помочь людям. И как бы каждый это делает своим путём. Знаете, есть много людей, которые хотят помочь другим людям. И вот это мой путь. У кого-то другого может быть другой путь. Но вот это одна из идей для вас. У которого, знаете, есть люди, которые, как я говорю, генераторы идей. Я сама к таким отношусь. Генераторы идей – это хорошо, но нужно, чтобы кто-то ещё эти идеи воплощал в действие. Так вот, я всем желаю воплотить ваши идеи в действие, хотя бы начав минимально ютюб-канал. Это не так сложно. Открыли, если у вас в Gmail есть аккаунт, если нет, то откройте. И, в общем-то, вполне спокойно. Это автоматически ютюб для вас открыт. Потому что, ну, как бы это всё под гуглом идёт, да? Вот закончили эту тему. Поэтому вот это о многогранности, о иллюзии, и о том, что никогда не нужно судить человека. Только потому, что вы видите. Так же, как вы никогда не знаете, кто он, тот нищий, который стоит с протянутой рукой. Никогда. Вы не знаете, действительно он нищий, не действительно нищий. А если он нищий, хомлес такой, который живёт на улице, вы не знаете, кто он был. Может, он был миллиардером когда-то, миллионером. Это не какая-то американская история. Это случается очень много и часто. И, может быть, это какой-то великий человек был. Может, это был какой-то учёный. Мы не можем знать ничего об этом человеке. Поэтому нельзя судить. Нельзя судить. Я очень часто с этим... Я сталкивалась по ходу своей профессии в Израиле. Это часто с этим. Но здесь я ещё чаще с этим сталкиваюсь. Казалось бы. Но я сталкиваюсь с тем, что не надо судить. С уважением к Личности относиться. Это очень важно. Это то, что я хочу сказать. Уважайте вокруг вас людей. Вы не знаете, особенно людей, которых вы знаете мало, которых вы ничего не знаете. Уважайте их. Уважайте. Вы не знаете, какую жизнь прожил этот человек. Какой опыт у него есть. И что он может, что он знает. И на что он способен. Вы не знаете. Теперь перейдём ко второму вопросу на сегодня. Я постараюсь на него достаточно лаконично, быстренько по точкам ответить. Хоть я и не готовилась. Я вообще, в принципе, не готовлюсь к своим ответам. Так примерно, как бы, читая вопрос, сразу возникают какие-то пункты, которые хочется сказать. Я обычно, как бы, их высказываю. Поэтому не всегда это сложенный, такой красивый рассказ и ответ получается. Но я стараюсь, по крайней мере, зацепить всё. Так, что у нас там? Там ничего нет. Поехали. Всё, сейчас мы выезжаем на седьмую дорогу. Кто живёт в GTA, знает, поймёт. Я по седьмой дороге выезжаю на Колизеус, Колеслоу, как его только не называются. Не называют. На этот Костка я езжу там закупаться, потому что там есть заправка. И на заправке есть возможность заправиться. Это то, ради чего, как бы, части нашего мемборства в Костка. Почему мы его делаем? Потому что мы хотим также получить бенефит на счёт бензина. Значит, у меня есть Лилечка, моя хорошая подписчица. Прекрасные вопросы, всегда замечательные какие-то комментарии. Всегда старается, как бы, не просто поставить лайк какой-то, а написать хоть два-три слова о её впечатлениях, что она думает на эту тему. То есть мне всегда приятно, спасибо тебе большое. И один из вопросов, она говорит, вот ты в одном из видео затронула тему образования. И говорила даже, что подумывала о холмскулинг, да, то есть домашним обучением. Она пишет, что я бы со своим старшим не думала, что смогла бы справиться, потому что, ну, во-первых, ребёнку скучно дома быть одному, во-вторых, она говорит, он бы меня просто свёл с ума со своей энергией и всем остальным. И вот, как бы, просто её интересовало моё мнение и почему я пришла к этим мыслям и так дальше. Значит, смотрите, вообще просто моё мнение по поводу образования, это отдельное видео. Если вас будет интересовать именно школьное образование, я выскажу своё отдельное мнение. Моё большое фе. Давайте будем говорить так. То есть у меня уже не было больших ожиданий от школы, но я в Канаде очень многое поняла про образование, причём оно в Америке практически такое же, да, система одинаковая. И я была шокирована этим. И теперь, когда я столкнулась с этой системой, я просто в шоке в полнейшем. И это то, почему я пришла к такому, как бы, завершению, да, заключению, завершению. Такому заключению я пришла, что я поняла, что я ребёнку дома, имея свои минимальные знания, могу дать больше, чем целая школа. И целый учебный день, который ребёнок мой там проходит. Но я сказала, с другой стороны, окей, Инна, ты сдуреешь с ним одна дома. Мало того, что есть один малыш, ну ладно, она пойдёт в садик. А с ним я даже думала про четвёртый класс, но я уже кое-что думала и передумала на эту тему. Поймите, когда я что-то размышляю, это происходит из какой-то информации, которую я получаю, людей, с которыми я общаюсь. И сопоставление того, что я вижу, как бы, своими глазами какие-то факты определённые. Это не потому, что я лежала на диване, ковырялась в носу, и вдруг меня осенила мысль. А почему бы мне там... Вот, но неважно, мы сейчас не об этом. И я поняла это всё. Но также я поняла другую вещь, что ребёнку, конечно же, нужно всё-таки общество, ему нужен социум, особенно, в младших классах. В младших классах, то есть, скажем, грубо говоря, до восьмого, девятого класса вообще, в принципе, закладываются все вот эти социальные проблемы, если есть, и также социальное раскрытие тебя, как человека, как твой характер, как кто ты, как личность, в этом возрасте. Мы не всегда это понимаем в этом возрасте. Мы это понимаем уже, когда мы вырастаем. Но если мы начнём задумываться и анализировать нашу жизнь назад, то мы поймём, что то, какими мы есть, уже, в принципе, мы такими были в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом, шестом классе. Это важно. Не всегда, конечно, это в той форме, в которую это приобретают в 20 и в 30 лет. Не всегда это в той же форме. Но вот эти проростки, они уже видны. И оно уже закладывается. Поэтому, если я его сейчас засажу дома, и вообще, почему, в принципе, я не за раннее домашнее образование. Потому что я просто вообще убью в нём, с одной стороны, вот это вот раскрытие себя как личности. А кто я? Какой я человек? Потому что нету интеракции никакой, как бы с внешним миром. Ну, грубо говоря, ну, будут какие-то плейдейты, будут какие-то, понятно, друзья, но всё равно. И как бы с другой стороны, ты можешь также лишить ребёнка. То есть, возможно, он будет просто лишён любых комплексов и также любых каких-то границ, разрешённых и неразрешённых. Ну, в хорошем, в плохом понимании этого слова. То есть, ну, как бы сильно плохого понимания быть не может, потому что, ну, всё-таки вы дома, вы за ним смотрите, вы вместе с ним, да. То есть, понятно, что вы не будете учить его плохим вещам. Ну, если мы говорим... Так, general, да. Но, как бы, читая истории людей, которые на домашнем образовании, слушая этих людей, читая истории, видя результаты этих людей, я могу вам сказать, что пока что я для себя решила, что я не буду этого делать. Со всей моей болью в сердце. Я сказала, окей, то, что для меня важно, я на этом сосредоточусь, и я ему дам это вне школы. И я это делаю. И муж мой мне помогает в этом. Конечно, мы делаем это вдвоём. Но я хочу вам сказать, что, скорее всего, так не будет продолжаться. То есть, я считаю, что где-то класса с пятого, с шестого нужно уже... То есть, можно, если есть возможность такая, во-первых, то надо переводить на домашнее образование. Либо очень сильные нагрузки давать ребёнку после школы, насколько он в пятом, шестом, седьмом классе захочет это делать. И тут мы приходим уже к какому-то воспитанию характера. Что мы хотим так воспитать нашего ребёнка, чтобы он понимал, что ему это важно. То есть, мы сегодня находимся в этом состоянии, что мы воспитываем в ребёнке понимание. Мне очень важно говорить с ним не просто на равных, потому что очень часто эта граница стирается, и потом ребёнок вообще тебя ни за что не имеет, и ни за что тебя не держит. И обращается с тобой хуже, чем если бы он обращался со своим самым худшим другом. Как бы мы хотим переговорами показать ребёнку возможности его жизни. Я очень строга в своих переговорах с ним. Но мне важно, чтобы он понял, что есть какие-то важные, ключевые моменты в жизни, и неважно, хочет он или не хочет, нужно это делать. Как бы я прежде всего для меня образование, и я это понимаю уже после нашей школы, после всего, и как бы имея какой-то жизненный опыт, я понимаю, что прежде всего важно, какая мы личность и какой мы человек. Я очень сильно пытаюсь развить это в нём. Вот это сильное чувство его качеств, какой он человек, кто он как человек, как его внутро, кто он, какой он. Когда у нас есть сильное начало, то есть понимание себя в обществе, это очень часто решает много проблем. Там, например, даже в дальнейшем поиск выбора профессии и выбора всего остального тоже. Особенно, когда начинаются плохие, знаете, компании. Когда начинаются плохие компании в 15 лет и всё такое. К этому возрасту очень важно осознание себя. Понятно, что какое-то влияние всё равно будет попадать, но когда у тебя есть осознание себя как Личности, как человека в ситуации, когда ты будешь понимать, а не тебе кто-то будет говорить, какой ты, то, в принципе, это решает очень много проблем и задач. Всё становится намного проще, яснее. Ты понимаешь, что тебе важно, что тебе не важно, что имеет смысл, а что совсем нет. И вот я как бы работаю над этим. Я не работаю, знаете, там для того, чтобы у меня был отличник, который там, я не знаю, там на сотке учится, да, всё там у него эй-эй-эй, или там сто-сто-сто, или там я не знаю по какой системе, пять-пять-пять, да. Мне не это нужно. Это не то. Мне важно вот понимание себя в моменте и осознание своё себя, своей роли в обществе. Это сегодня самое важное. Это то, над чем надо работать. Это то, чего не было ни в моих школах, ни сегодня этого нету. Нигде этого нету. Поэтому школу забрать у него я не могу, пока он не понял себя в обществе. И это ещё возьмёт пару лет. Как минимум до 12. А там, если он решит сам, что он хочет перейти на домашнее обучение, потому что это только его работа. В 12 лет я уже не могу сесть возле него и сказать, сынок, ну давай, садись, сейчас мы будем делать математику. Так это не работает. Вообще нужно понимать, знаете, для начала поговорить о том, что такое школа домашнего образования. Когда мы говорим про школу домашнего образования, когда ребёнок возраста садика первого класса, то вы с ними, знаете, грубо говоря, рисуете картинки, поёте песенку ABCDEFG, делаете какие-то аппликации и учитесь считать. Всё! То есть, грубо говоря, такой бэбиситтеринг, который ещё чему-то учит. И это кайф. Делать с маленькими детками, потому что, можно так сказать, мы всегда всё это делаем с детьми. Ну, если мы как бы с ними дома сидим и занимаемся ими. Понимаете, как бы, когда ребёнок взрослеет, то есть сейчас ещё, я уже не сижу над ним. Я, да, контролирую, но я над ним не сижу, не стою и так далее. Вот. И я планирую это уменьшать, 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 чтобы его вот эти responsabilities, его ответственность в этой картинке увеличивалась. Он должен сам понимать важность этого всего. Потому что нет понятия важности, это вы понимаете, всё безобидно будет через силу, это будет всё насилие. А что такое насилие? Это обязанность, это насилие, это мы противостоим этому, мы не хотим этого, это негатив. А нам не нужен негатив в обучении. Мы хотим желания к новым знаниям и быть открытым к новым знаниям, хотеть их получить. Вот это всё очень важные элементы, понимаете? И это очень всё тяжело одновременно вложить. Поэтому всё постепенно, и всё не спеша, и всё маленькими пропорциями. Как всегда, удалилось, удалилось. Так вот, что такое домашнее обучение? Домашнее обучение, это не только, когда вы ребёнку своему сами преподаете математику на всех уровнях, химию, физику и всё остальное. Как бы, да, это часть этого. Но прежде всего, домашнее обучение, это ребёнок, который учится из жизни, учится из того, что он видит. То есть, грубо говоря, здесь многие путают, многие считают, что домашнее образование, это ребёнок, который сидит, смотрит телевизор, идёт спать, когда хочет, потому что ребёнок делает выбор свой сам. То есть, что самое важное в домашнем образовании, что ребёнок делает свой выбор сам. он решает очень многие вещи сам. Это как бы один из ключевых моментов домашнего образования. Опять-таки, есть очень много систем домашнего образования, есть очень много, в общем, всяких там аджент, да, то, что, как принято говорить, по которым занимаются. Но как бы то, что, как бы, поинт заключается в том, что ребёнок саморегулировать должен всё. Ребёнок в третьем классе не может саморегулировать себя и не в четвёртом, и не в пятом, и не в шестом, и даже не в седьмом, и даже не в восьмом, давайте будем говорить так. Поэтому тут проблемка. То есть, это должен быть либо действительно очень послушный ребёнок от природы, который, как бы, сказали сидеть, он сидит, сказали стоять, он стоит. И тогда, когда у него будет расписание, он будет знать, следовать этому расписанию. Но дети, как правило, таких детей очень мало. И они должны сами себя регулировать. То есть, вначале они пользуются часто этой свободой, которая им даёт домашнее образование. То есть, иди спать, когда хочешь, смотришь телевизор, когда хочешь, но вместе с этим есть список обязанностей и обязательств, которые он должен делать. И если ребёнок это выполняет, супер, если он понимает уже, что важно в его жизни, а что нет, это супер. Но это не редкость. Такая редкость. Это просто врождённые такие дети должны быть. Это нельзя воспитать. И, как правило, дети не такие. Поэтому к восьмому классу у детей формируется уже вот это понимание себя. Оно начинает формироваться. И многие дети его очень сильно ощущают. Знаете, я вам хочу для примера вот привести вот кто смотрит канадскую блогершу Соня Ейсман. Она, конечно, не канадская блогерша, она там фотомодель уже, она кто только нет, да, будем говорить так. Она очень, девочка, многого добилась в жизни, она большая умничка, сделала всё это сама. Вот посмотрите, это яркий пример. По-моему, она с восьмого класса ушла сама в хоумскулинг. Она сама решила, что она не может больше, потому что были були, очень плохо к ней относились в школе и очень её, короче, чихмарили. У неё очень была заниженная самооценка, она просто не могла больше этого выносить. И вот то, к чему она пришла. Она сказала, я иду домой, я буду сама, я успешная, я всё сделаю, я всё смогу. Вот. Она поняла, что она, может она поняла, что эта система ей нехорошо, и она пошла, и посмотрите, что она сегодня, она ездит по миру, путешествует, она работает, с ней подписывают договора. Она добивается всего, чего она хочет. То есть, все дороги открыты. Это один из маленьких примеров. Я не говорю, что сейчас все должны быть, как Соня Ейсман, я просто хочу вам привести пример, когда ребёнок уже как бы тинейджер, то есть, там уже, да, 12 лет, она уже понимает, что, как работает, как говорится, что такое хорошо, что такое плохо, и результат налицо. Так вот, когда ребёнок в этом возрасте решает, понимаете, вы не придёте к 12-летнему, 13-летнему ребёнку и скажите, так, сейчас мы делаем эти матько, сейчас мы идём кушать, а сейчас мы идём спать, пора смыться и спать. Нет, правильно? То есть, ребёнок должен быть достаточно взрослым внутри и ответственным для того, чтобы вот такие вещи решать. И я считаю, что к этому возрасту, если ребёнок показывает такие способности, конечно, это до этого нужно проделать большую работу, то как бы всё возможно. Ого, мы приехали в Костка. Кстати, я подставила там под камеру подставочки, вроде сильно не трясло вас. Так, вау, какая в Костка в заправку очередь. Так, значит, мы идём сначала в магазин, а на заправку в конце, когда уже все пойдут домой. Так, сейчас главное ещё место найти нам нужно. Вот, ребята, так что, в общем, такие вот дела. Вот это то, почему я думаю про образование и почему всё-таки я говорю пока что ему нет. Думаю, что я достаточно хорошо разъяснила как-то свою мысль. Мне кажется, как-то она достаточно ясна. Вот, людей, блин, море. Все после работы приехали, конечно. Моя мысль достаточно ясна, она проста. И почему я говорю «да», с одной стороны, но как бы про образование, это не тема образования Канады, да, если вас будет интересовать, я смогу вам рассказать более подробно, но это не тема моего видео. Значит, я думаю, что я ответила на этот вопрос очень лаконично. Почему я говорю «пока что нет», я не знаю, что будет через 2-3-4 года. Почему я «за» это образование, оно не для всех, это важно подчеркнуть, это подходит не всем детям и абсолютно не всем родителям. Образование стоит денег, это не только усилия вашего ребенка, который честно будет сидеть, учиться и сдавать экзамены, а часто нужна помощь учителей, учителя, которых можно найти бесплатно, есть много ассоциаций, которые вам помогают в этом и которые работают в этом направлении, есть очень много клубов, в которых дети, которые учатся на домашнем образовании, могут встречаться и обсуждать какие-то темы или брать какие-то уроки вместе, это все есть, это как открытый университет, это похоже чем-то на открытый университет, знаете, вот да, так можно, то есть вы сами ищите материалы, если хотите знать больше, вы должны искать больше, то есть как бы вот так это все работает, да, то есть вы сами ищите общение, вы сами ищите материалы, вы сами себя продвигаете, то есть вы сами за себя, мне эта идея нравится, потому что вообще все, что касается учебы, я достаточно, я не могу сказать, что я консервативный человек, я наоборот, наверное, не консервативный человек в этом плане и это, наверное, плохо, потому что я никогда не любила учиться в классе, я никогда не любила учиться в команде, хотя я всю жизнь работала в команде и я очень хорошо работаю в команде, потому что чему нас это учит? Это у нас учит работе, сотрудничеству с другими людьми. Но часто что в нас воспитывает наше общество, наша школа, университеты, это, я не хочу сказать слово, лидерство. Потому что оно часто носит негативный аспект. Но я и хочу сказать, в принципе, в негативном аспекте. Оно часто носит, не лидерство, как это слово сказать, как компетитерс, соревнования. Соревнуются люди, кто лучше, кто лучше. Да блин, не надо, кто лучше. Каждый лучше в своем. Вот это вот ошибка, что в основном вот это вот общее, оно нам говорит, кто лучше. О, вот это команда, молодцы. А вот это говняцкая, вот это они не свои. А вот и ты, а ты, конечно. И вот все отличники собираются вместе, да. Обычно кто делает и работает, вот если мы говорим про университет, какие-то работы университетские, когда нужно что-то группой делать, и начинается. А вот это вот группа двоечников там собралась. А вот это там какие-то аутсайдеры. А вот это какие-то там отличники, да. И из-за этого я никогда не любила. Никогда не любила, потому что ты приходишь, если ты не основал эту группу, если ты не создатель этой группы, если ты не лидер этой группы, то ты как бы ноль, грубо говоря. То есть тебе говорят, что делать, и ты как бы исполнитель. А никто не хочет быть исполнителем. Каждый хочет играть свою важную роль, а не выполнять чью-то волю. И тут спорный вопрос. И сейчас можете тут со мной спорить сколько хотите, до усрачки. Но я была в этой шкуре не один раз, а десятки раз. И я ненавидела всегда эту роль. Потому что даже когда ты лидер, это не решает вообще всех проблем. Потому что для того, чтобы быть хорошим лидером, ты должен быть в такой сфере обучения, ты должен быть жопа человек. Есть очень хорошие лидеры. Но хорошие лидеры как бы там со своей сплоченной командой, они как бы в другом месте. То есть как бы, я не знаю. Я против работы в группе, потому что работа в группе не может раскрыть потенциал каждого человека в отдельности. Есть люди, которые могут взять на себя ответственность, сказать, я могу, я на вас посрал. А есть люди, которые не будут иметь такой силы духа это сказать. Хотя они могут быть очень сильные люди внутри. Они просто в другое время раскроются, в другом месте, в другом возрасте, в другой ситуации. Поэтому, когда ты работаешь самостоятельно, то ты можешь раскрыться намного больше. Ну, если ты как бы делаешь это честно. Мы сейчас говорим про какую-то честную работу, про какие-то чистые намерения. Не знаю. Короче, я пошла. Могу говорить до завтра, но на сегодня, на сегодня моя философия закончена. Я пошла в магазин, пока там еще не раскупили все мясо. Ладно, это шутка, потому что мяса здесь на всех хватит. Так, все, я беру вас с собой. Посмотрим, какие продукты я никогда не покупаю в Костку. Вы знаете, первое, что я могла бы сказать, что я не беру, это мыло. Любое мыло, которое есть в Костке. Я, конечно, совру, если я так скажу, потому что иногда я все-таки его беру. Но Яре пришла к тому, что я не буду брать. И оно получается, поймите, вы берете хорошую марку, по хорошей цене. Но не обязательно покупать хорошую марку, для того, чтобы получить хорошую цену. То есть, неправильно сказала, есть хорошие марки по более дешевым ценам, не в Костка. Второй продукт, который я не беру никогда в Костка, это памперсы. Они здесь дорогие. 45 долларов, 40 долларов. Я не беру. Я беру в, как сказать, конечно, по соотношению, опять-таки, к фирме Хаггис. Это получается дешевле, чем, например, в другом месте. Но не намного. Зато тоже количество памперсов. Вы покупаете в два раза дешевле в Волмарте. Но фирмы Волмарт, конечно. Это то, что я не беру никогда в Костка. Следующий продукт, который я никогда не беру в Костка, это рис. Я уже об этом говорила. Я повторюсь, так как мы все-таки заключаем все это в одно видео, то я никогда не беру здесь рис. По крайней мере, простой вот этот вообще никакой не беру. Иногда есть смеси, какие-то более выгодные, я беру. Но не всегда. Вообще не беру. Не покупаю сахар. Потому что его дешевле можно купить в обычном магазине. Хоть здесь и 4 килограмма, кажется, но дешевле можно купить. В принципе, generally speaking, я не беру овощи и фрукты в Костка. Я это уже говорила. Я беру в основном яблоки только. И летом в сезон огурцы. Потому что все остальное очень дорого и не всегда вкусно. И в больших количествах оно мне не нужно. Так что минус для Костка. Друзья, товарищи, время у нас позднее. Девятый час. Я промерзла на улице. Просто дикий ветер. Ябку салбулка. Так, подытожим. Сейчас я еще еду на заправку. Но вам это уже не интересно. Вот так. Счет сегодня составил 181 доллар 51 цент. Вот. 181 доллар. Как в темноте, гаражей на 51 цент. Ну вот. Примерно как-то так. На улице дикий ветер. Люди, которые оставили где-то так, вот побросали коляски, потому что, конечно, Канада у нас культурная, но все равно свиньи есть везде, как говорится. Вот те, кто бросил коляски, где попало, сейчас стоянка почти пустая, эти коляски валяются. По всей их стоянке ездят. Так, кто это мне? Муж наяривает. Алло, Кися. Ну и все, я. Ой-ой-ой. Люди бросили коляски, на улице дикий ветер. Эти коляски сейчас въедут в какую-то машину. Пиздец. Просто реально. Коляски едут на машины. Костя, на улице ветер, я еле дошла. Меня чуть не унесло вместе с коляской. Короче, я еду на заправку. Пока меня никакая коляска на меня не наехала, Кися. Ты давай за на коляску аккуратно Ага, и мосток разойдет. Да, на улице дикий ветер. Ты что? Товкисик, давай, бай-бай. Короче, надо ехать. Пока нас тут не это. Не наехали коляски на нас. Так, едем заправляться. Так что, ребятки, покупка удалась. День удался. В общем-то, я довольна. Всем. Извините, что живу, потому что уже голодная, как собака. Продошла, сейчас хотела купить себе хот-дог какой-нибудь, или может быть что-то такое. А они закрыли собаку уже кухню. А я думаю, так оно и надо. Ой, где я, с кем я говорю? А я думаю, так оно и надо. Нафиг, оно мне лишние вот это вот жиры, сахара. Приеду домой, ся нарублю салатик. Похавкаю. Ну, конечно, слупила сейчас булочку. Ничего не сделаешь. Блин. Очередь какая. Мамочки мои дорогие. Очередь, очередь. Ну, не такая, как была, когда я ехала сюда, но придется постоять. Неприятно. Неприятность получилась. Так что, ребятки, это был мой блог. Это был мой влог. Надеюсь, вы сегодня имели удовольствие послушать мою философию. Философствовать я люблю. Это как бы я хлебом, так сказать, не корми, дай поговорить. Но я надеюсь, что по делу. Я стараюсь по делу. Вот, ребята, так прошел день 3 апреля. Правильно. 2017 года, понедельник. Желаю вам всем хорошей недели. Задора, эмоций, чтобы все складывалось, как должно складываться, чтобы все было хорошо в вашей жизни. Доброе утро, хорошего дня, спокойной ночи. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok